Ну вот я, например, если у меня будет материал, если у меня участок не отберут, тогда я сделаю сарайчик себе. Я буду в сарайчике жить, и всё. Ну зачем жить в сарайчике, когда у вас есть дом, вы у дочки живёте? Нет, я не буду жить. Не будете жить? Нет, не буду. А почему? Я не хочу, чтобы меня обижали. Я это не заслуживаю, не должна. Она спрашивает у меня, мама, я никак не могу догадаться, почему же отец умер, а ты не умираешь. Значит, ей нужны только бы мои деньги, больше ничего. А какие у вас деньги? Пенсия, возможно? Пенсия. Для меня 250, это очень хорошо. Потому что я из этих денег могу выделить. Ну, ваша внучка есть, и вот внук. А я внуку недавно 100 тысяч дала. Теперь вот внучка оканчивать будет, свадьба будет. Я ей золото отдам, за ту цепочку отдам, там подвес такой хороший, красивый. Вот. Я ей много дала уже. Вот. Я её люблю. Вот. И мальчику 100 тысяч дам. Они помогали мне. А откуда у вас деньги? Вы говорите, что у вас вроде дочь всё забирает. Ну, если, пока я несу, я же могу зайти и дать им деньги. Потихонечку. Я обещала. Да, я обещала, они мне очень пока помогли кое в чём. Антонина Ивановна, устали от моих вопросов? Нет. Я пишу очень много. По 12 часов в день пишу. Ну, зачем ты так у себя утомляешь-то? А мне хочется обеспечить, вот, ветеранов наших, 100 человек, 100 семей, 100 семей коммунистов. Да. Тоже, значит, нужно сколько написать. Вот. Целыми книгами Джарвиса там и много-много других всяких книг. А что, просто от руки книжки что-то не пишу? От руки пишу, да. Там ясно написано, когда завтрак, какой должен завтрак стоять, обед, ужин и так далее. Вот. И много по миру по всему проходят эти мои статьи, что дают возможность человеку долго прожить на свете. А как же они в мир-то попадают, ваше статье? А сейчас скажу. Это я услышала о том, что чесночный, чесночный, значит, с чесноком. Чеснок надо купить, 25 грамм, помыть его, потом почистить его, пропустить через мясорубку дважды, потом положить в банку пол-литровую, там сок осядет. Теперь беру 200 грамм спирту, 200 грамм там, где сока больше. Понятно. Но вы же сказали, что ваши статьи ходят по миру. Да. Это было, это было, так, ученые узнали, что занимаются эти тибетские монахи. Вот. И поэтому, значит, взяли и по всему миру разослали вот этот рецепт по этим, ну, по всем здравницам рассылали. Это ваши статьи ходят или тибетские? Нет, 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 тибетские. Тибетские. Да. Я нашла. А я думал, что весь мир вашими статьями пользуется. Нет, нет. Это пользуется Шелтон. Вот. Шелтон, это пользуется очень большим авторитетом, но сейчас он умер. Ну, понятно. Ну, я все понял, больше у меня вопросов нет. Сейчас у вас обед, Антонина Ивановна. Все. Больше вас не задержу. Спасибо. Апитеты хорошие у меня. Ну, пойдемте. Так, ну все. Извините, пожалуйста. Теперь, товарищ, я вам скажу, что, во-первых, отоблысение, чтобы вы лысенькие не были, это у меня есть. Здесь вот завтра придет врач, который пойдет, возьмет мою там сумочку, и вот отоблысение. Отоблысение так, моют голову, вот, жене, скажите, своей, вымоют его, с мылом простым можно, с душистым, вот, вымоют. Потом, значит, немножко мокрую голову надо мелкой солью, примерно чайную ложечку, вот так, вот, дальше вот так, вот, значит, втереть кожу, вот, отоблысение не будет, и волосы будут хорошие расти. Хорошо. Вот так. Так, пойдемте, пойдемте. Это все важно. А вы знаете как? Женщины. Ну, и все, больше уже.